Ну а параллельно проходит проверка боеготовности в вооруженных силах. Ревизия носит комплексный характер, контрольный срез имеет как никогда большую глубину. При этом идет полный демонтаж шаблонов. Все подробности и нюансы в проекте «Диспозиция». В эфире «Диспозиция», это Гагарин, поехали. А вы слышали, что в Великобритании собаку вылечили от алгоголизма? Ну, теперь наша жизнь не будет как прежде. Кстати, это не шутка. Почти все мировые СМИ новость о собаке облетела. А во мне так и надежду зажгла. Если такое с интересом обсуждают люди, значит у мира есть шансы. Даже у Беларуси есть. Несмотря на весьма странное наше положение во времени и пространстве. Уже больше года вокруг либо боевые действия, либо угрозы и войска у наших границ. А мы особняком, приставным шажком от войны еще и улыбаемся. Правда, этот стиль не касается военных. Армия сейчас фактически моделирует для себя военное время и учится держать удар. Ключевое и жизнеутверждающее слово здесь – учится. Остальное действительно все менее и менее условно. Взять даже нынешнюю проверку, которая проходит по поручению президента. Пожалуй, впервые в таком масштабе реализуется весь комплекс работы целого механизированного соединения. Ни отдельное подразделение, ни поэтапно, а вся бригада сразу вступает в противостояние с оппонентом. Что-то похожее было лишь с десантно-штурмовой бригадой из Бреста несколько лет назад. Но сейчас военобязанные дух не успели перевести, а уже приступили к слаживанию и стрельбе. Как это было бы и в реальности. К слову, реальность в той же Украине показывает, что призыв запасников порой, что охота. Выслеживают мужика, обездвиживают и контрольный выстрел повесткой. А трофей на фронт. У нас в корне ситуация отличается. Хорошо еще, что не получившие повестку военкоматы штурмом не берут. Чтобы и их призвали обучиться науке страну защищать. Понятно, все видят, какая обстановка у нас в мире. Поэтому прибыл на пункт сбора. Армия нужна сейчас. Нужна. Она и так надежна. Нам нужно еще, чтобы надежнее было. Потому что та обстановка, которая у нас творится за границей, это ничему хорошему не приведет. Вообще, я как бы сам ждал. Хотелось. Особенно после последних сборов. Когда они там и в июне были. Я тогда еще хотел, но меня не взяли. А сейчас как раз пришла повестка. Я даже прям помню, все из совета позвонили. Так и так, повестка. О! Все, поехал. Призвали на экзамене и технику народного хозяйства. Физию никто из руководителей предприятий не покривил. Да и не охал никто. Уже не надо объяснять, что не только победа, но и мир требует жертв. Точнее, повышенных усилий. К тому же неловко морщится, когда в весеннем строю девушки. Так что с тонусом на проверке порядок. Кстати, представительниц прекрасной половины не впервые призывают. В 2018 году под Борисовым из них сформировали на проверке медотряд. Сейчас тоже с косичками в форме врачи. Само собой, я понимаю важность своей профессии, важность армии. Потому что, мало ли, какие времена наступят у нас. И нужно проверять, как делают такие сборы, чтобы знать готовность. Также и медиков, и те, которые были на срочной службе. Здесь мы получим хорошие навыки, которые нам в жизни пригодятся, в будущем. Ну и лично, как от меня, вот лично для меня жизнь стала на до и после. В хорошем смысле. Уже смотришь как-то на все другими глазами. Апрельская сессия белорусской армии, конечно, приковала к себе феноменальное внимание в медиа. При этом мало кто обращает внимание, что проверки параллельно подвергаются сразу несколько компонентов системы безопасности. В эти же дни контрольный срез у территориалов нескольких областей. В одном из регионов исследуются перспективные модели применения народного ополчения. Активно тренируется региональная группировка союзного государства. Да и подразделения столичной механизированной бригады продолжают держать экзамен. В такой конфигурации самое высокое напряжение в штабах. Здесь стремятся показать возможный ответ на провокации, чтобы исцелить некоторых западных политиков от беспечности и агрессии. Как ту собаку от алкоголизма.